супчик получается очень вкусный у меня его есть даже муж который ненавидит тыкву так что пойдемте покажу как его готовить для начала мы подготовим тыкву ее нужно очистить от кожуры достать семена и лишнюю мякоть все это мы сделали и теперь ее нарезаем можете кубиками можете кружочками как вам будет удобнее все равно мы будем ее тушить и после этого блендерить но конечно желательно более-менее мелкого размера чтобы она быстрее протушилась с тыквой мы справились теперь приступим к подготовке других овощей картошку нарезаем тоже можете кубиками можете кружочками не сильно крупно также нарезаем одну луковицу и измельчаем чеснок в горячую кастрюлю кладем кусочек масла вот она у нас подтаяла и добавляем для начала лук немного обжариваем его и добавляем картошку буквально минуточек пять ее как бы обжариваем и уже добавляем нашу тыкву у меня ее вышло 700 грамм и примерно 500 миллилитров воды накрываем все это дело крышкой и тушим примерно минут 20 не забывайте конечно же перемешивать иногда и спустя 20 минут добавляем примерно еще 200 300 миллилитров жидкость и оставляем еще на минут 20 добавляем специи в моем случае это петрушка сушеная и соль со специями уже готовая перемешиваем и оставляем еще на минут пять готовится теперь все нужно по блендере до однородного состояния все овощи у нас уже очень мягкие на это уходит буквально минуты три ну естественно какой же суп пюре без сухариков я просто этого не представляю я люблю светлый хлеб также как и моя семья поэтому его нарезаем небольшими кусочками и подсушиваем на сухой сковороде минут семь аромат мне кажется уже чувствуется через экран тыква у нас домашняя суп получился такой сладкий вкусный обязательно пробуйте готовить по этому рецепту всем приятного аппетита